Сложные отношения в семье, грязные стены и тараканы. Комиссию по делам несовершеннолетних не удивишь ничем. Сегодня в ходе профилактических мероприятий они посетили семь семей, где условия жизни детей вызывают серьезные вопросы. Всего же на учете только в железнодорожном районе города состоит 26 семей. В них воспитываются 46 несовершеннолетних. Однако родители не всегда хотят нести за них ответственность. Как правило, попадают те родители, в основном мамы, которые злоупотребляют спиртными напитками. Тенденция такая есть. Пьющих женщин очень много. Но отсюда все последствия. То есть не считают нужным, иногда даже не считают нужным и накормить ребенка. В комиссии по делам несовершеннолетних родители негласно делят на две категории. Тех, кто попадают сюда случайно, им, чтобы изменить модель поведения, обычно хватает нескольких бесед и помощи в содержании ребенка. Например, в виде горячей пищи и путевок в детские лагеря. Однако есть и те, кто проблем в семье не замечает. Они могут поднять руку на ребенка, забыть о нем, не водить в школу и многое другое. Женщины, которые имеют несовершеннолетних детей, ну где-то, я бы сказала, может быть от 33 до 45. У нас было всего две семьи, где и отцы стояли на учете. Вот, как правило, эти женщины разведенные, матери-одиночки. Вот, как правило, эта категория. Неблагополучные семьи посещают раз в месяц. Если они продолжают вести социальный образ жизни, то их могут лишить родительских прав. В 2016 году к двум матерям пришлось применить подобные санкции. Детей буквально спасли от голодной жизни и передали в школу-интернат. Однако, если родители готовы исправиться, то им максимально идут навстречу. Ведь ничто в этом мире не может заменить материнскую любовь и тепло домашнего очага, даже если взрослые немного запутались и оступились. Главное – желание все исправить.